В эфире Абхазского телевидения, информационный выпуск Амши Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В МИДе перемены президент представил коллективу нового главу внешнеполитического ведомства. Самая важная профессия. В Абхазии отметили День учителя. Награжденный посмертно в семье Дмитрия Хишба вручили медаль за главу. Президент Абхазии Рауль Хаджимба представил сегодня нового министра иностранных дел республики Даура Ковы коллективу внешнеполитического ведомства. Глава государства обозначил важнейшие направления деятельности МИД страны и пожелал удачи новому министру. Представляя коллективу Министерства иностранных дел нового руководителя, глава государства Рауль Хаджимба заявил о необходимости перемен в работе внешнеполитического ведомства, в частности повышения ее активности. Активность Министерства иностранных дел важной составляющей любого государства. Быть пассивным в свете тех процессов, которые происходят вокруг нас, внутри нас, я думаю, было бы не самым верным действием со стороны руководства и сотрудников Министерства иностранных дел. Президент обозначил главные направления деятельности Министерства по дальнейшему признанию независимости Абхазии. Это латиноамериканское направление, это Ближний Восток, это Африка, где есть возможности разговаривать. Никто не ожидает скорых признаний, это не простая работа, но работать, говорить с людьми, встречаться с теми же нашими коллегами, я думаю, это необходимость сегодняшнего дня. Глава государства подверг критике подготовленную ранее МИДом концепцию внешней политики республики. Я просил бы еще раз включиться всем сотрудникам, которые были задействованы в этой работе по концепции. Могу вам еще раз сказать, это не самый лучший документ. Поэтому просьба и к новому руководителю включиться в этот процесс. И документ должен быть работоспособным, а не просто изложенным. И, положив его куда-то в сейф, ждать, что само по себе будет происходить та или иная работа. В то же время президент положительно охарактеризовал годы работы предыдущего министра. По словам Рауля Хаджимба, свои профессиональные знания и накопленный опыт Вячеслав Чирикба сможет применить на благо Родины. Глава государства выразил уверенность в слаженной работе коллектива и нового министра. Так как Даур Ковы – человек не новый в этой структуре. В свою очередь, министр иностранных дел поблагодарил руководство страны за оказанное доверие. И заверил президента, что со всей ответственностью подойдет к реализации поставленных перед ним задач. Хочу заверить вас, что все те задачи, которые поставлены вами по реализации внешнеполитического курса в нашей стране, мы будем поэтапно их выполнять. Даур Вадимович Ковы в 2000 году окончил Башкирский государственный университет по специальности юриспруденция. С этого же года работал на различных должностях в Министерстве иностранных дел Абхазии, а затем и в структуре кабинета министров республики. С ноября 2000 года Даур Ковы занимал должность начальника управления протокола президента республики Абхазия. Указом президента ему присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса. Амра Амич Балихсия Бухава, Абхазское телевидение. Сегодня во всем мире отмечают День Учителя. Всемирный День Учителя был учрежден в 1994 году. Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования. День, в который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества. Президент Рауль Хаджимба поздравил учителей Абхазии с их профессиональным праздником. Ваша работа одна из самых ответственных и сложных. Школа является началом пути каждого человека, а учителя зачастую не просто преподаватели, но наставники и старшие друзья. Именно вы воспитываете новое поколение наших граждан, которое в дальнейшем будет решать судьбу страны, отметил президент в своем поздравлении. Рауль Хаджимба поблагодарил учителей за преданность профессии, мудрость, терпение, веру в своих учеников и готовность всегда прийти им на помощь. Поздравил учителей и министр образования и науки Абхазии Адгур Кокоба. Вы не просто даете знания, а следуя традициям просвещения, являетесь наставниками для молодых людей, во многом определяете их мировоззрение, ценности, жизненную позицию юных граждан нашей страны. Учитель помогает сохранить жизнь на планете, мир на земле, любовь в сердце, доброту в душе. Отмечается, в частности, в поздравлении министра. Более 4000 учителей работают сегодня в сфере образования в Республике Абхазия. Отрадно, что в наших школах появляются молодые учителя. Еще более оптимистичен тот факт, что среди них много мужчин. Об одном из них – внуке известнейшего абхазского ученого Шалвы Иналыпо, сыне воина ученого Адгура Иналыпо Айнари, наш следующий сюжет. Выпускник Абхазского государственного университета, а ныне учитель истории Абхазии и России, в Сухомской шестой средней школе, Айнари Иналыпо преподает уже третий год. А между тем, связывать свою жизнь со школы он не планировал. Хотя желание работать именно с детьми всегда присутствовало. Да и выбор самого предмета не был случайным. Семья у меня немножко такая историческая, если говорить о дедушке и о бабушке. Поэтому как-то я с детства воспитывался в атмосфере истории. Почему именно сейчас к этому пришел? Не знаю, хотел с детьми немножко поработать, но я не ожидал, что так вот надолго меня затянет. Уже третий год, пока вроде не планирую никуда уходить. Молодой педагог признается, что чувствует колоссальную ответственность. Ведь главная задача педагога – это заинтересовать ученика. Главным таким критерием по преподаванию, наверное, является заинтересованность ученика. Если нет заинтересованности, в принципе, заставить его что-то выучить практически невозможно. То есть никакими плохими оценками, никакими наказаниями подростка. Ну, сложно. Можно там перед экзаменом заставить или еще что-то. Иногда исключения, конечно, бывают. Но в основном в течение года он не будет учиться, если ему не будет интересно. И вот главная, мне кажется, задача преподавателя – заинтересовать. И успех самого преподавания зависит как раз именно от этого. Говоря о подрастающем поколении, Айнар отметил, что сегодня такое время, когда педагогу приходится заниматься повышением квалификации фактически ежедневно. На дворе 21 век, и любой школьник может перепроверить своего преподавателя, насколько его информация верна. И учителю приходится работать над собой. Каждое поколение имеет право сказать, что в наше время было иначе. Но, тем не менее, на то это и поколение уже что-то меняется. Немножко обидно иногда, когда ценности другие становятся у людей. Отношение к преподавателям, наверное, тоже меняется. У нас было одно. Мы даже иногда там побаивались кого-то. Сегодня никакого страха ни у кого нет. Зато есть совместная работа. То есть мы смотрели на преподавателя как на единственное, кто нам может что-то рассказать. Сегодня есть много разных источников информации, да, там от интернета начинают. То есть любой ученик может просто элементарно проверить, насколько его преподаватель там квалифицирован, да, проверить его знания. То есть сегодня, сказав что-то неправильно, это не останется незамеченным. И в этом смысле, конечно, намного сложнее, чем раньше. Раньше учитель говорил, все, это была истина в первой инстанции, а сейчас уже... И вот это, кстати, хорошо. То есть преподавателю приходится самого себя проверять и заставлять знать больше, чем когда-то это было. Айнар Иналопа преподает в трех старших классах. Ученикам нравится, что их учитель молодой. С молодым преподавателем намного проще найти общий язык. И тем более, когда это касается истории твоей страны, говорят они. История, я считаю, что это один из важнейших предметов, потому что учатся на ошибках. И поэтому, чтобы не допускать ошибок, которые допускают наши предки, мы обязаны знать их историю. Но как объясняет молодой учитель, ну, мне, например, очень нравится, как он объясняет, например, наш Айнар Адгурович. Он очень интересно объясняет новый материал, очень доступным языком для нас. Учитель – это не просто профессия, а настоящее призвание. Так как настоящий педагог дает не просто знания, а еще и воспитывает новое поколение. Рината Шака, Беслан Джинджулия, Абхазское телевидение. Глава администрации города Сухома, Адгур Харазия, поздравил педагогов с Днем Учителя. Вы учите детей доброте и справедливости, способности творчески мыслить и принимать самостоятельные решения, не сдаваться перед трудностями и верить в себя. Ваш профессионализм и талант, чуткое отношение к ученикам поистине бесценны, говорится в поздравлении главы администрации Сухома. Сегодня в Ткуарчале прошли торжественные мероприятия, посвященные Дни Учителя. В зале Дворца культуры собрались учителя всех школ района. На праздник также были приглашены педагоги, которые сегодня находятся на заслуженном отдыхе. Со сцены звучали поздравления и слова благодарности тем, кто посвятил себя воспитанию подрастающего поколения. Глава администрации Ткуарчалского района Аида Чачхаля и зав. отделом образования Манана Аршба вручили лучшим учителям года грамоты и цветы. Праздничный вечер завершился концертом с участием звезд абхазской эстрады. Участник июльской наступательной операции во время грузино-абхазской войны Дмитрий Хишба до сих пор числится в списках без вести пропавших. Судьба его доподлинно неизвестна, но однополчане не забывают о своем друге. Сегодня в 14-й средней школе Сухума семье Дмитрия Хишба вручили медаль за отвагу. Боец абхазской армии Дмитрий Асонович Хишба выпускник 14-й средней школы Сухума, где позднее учились и три его дочери – Наала, Тамила и Татьяна. А ранее здесь же работали его супруга, тесть и теща. Так сложилось, что все довоенные воспоминания каждого члена семьи связаны именно с этой школой. Однополчане Дмитрия Хишба, воевавшие с ним в группе «Светлячок» и руководство школы, решили пригласить членов семьи и родственников для вручения медали за отвагу, присужденную ему посмертно указом президента к 23-летию победы. Дмитрий Хишба участвовал в освобождении Гагры, а в мартовском наступлении его серьезно ранили. Но, не долечившись, он вернулся в строй. После июльской наступательной операции числится в списках без вести пропавших. Ветераны Отечественной войны Тимур Агрба и Роман Рабая вспоминают, что группа «Светлячок» понесла в той операции большие потери. Участники шомской операции, шомской войны, все прекрасно помнят, батальон, неся большие потери, мы там, у нас ребята там сложили головы, более 45 человек ребят положили, 110 человек раненых. Физический батальон уже не мог устоять таких натисков грузинской стороны. Хишба Дмитрий Асонович, мы долго его искали, не находили. На том месте, где погиб Дмитрий, там не осталось ни домов, ни дворов, все было перепахано градами. И на сегодняшний день найти это место, это тяжело, потому что спустя 23 года мы туда поднимаемся. Скорее всего, до Нового года мы там ставим в шомах памятником бойцам 2-й бригады, куда мы входили. Учащимся школы продемонстрировали фотографии из семейного архива Дмитрия Хишба, а также снимки времен войны. Ветеран Марина Аршба рассказала о завете умирающего на ее руках воина. У меня был такой момент, когда умирающий воин, я думала, это только бывает в фильмах, которые мы смотрели в советское время, он взял меня за руки, видимо, из последних сил. И последнее слово, которое он сказал, было «Живите». И для меня это слово, как девиз, который хочется передавать изо дня в день всем молодым людям, всем вам, всем вашим ровесникам. Живите, творите, любите свою родину. Дочери Дмитрия Хишба Наале было всего 10 лет, когда началась война. Она вспоминает ощущения, испытанные ее, когда впервые увидела отца в военной форме. Когда меня мама забирала во время войны, вот в тот день ему выдавали военную форму. Вот. Я как ребенок, не знаю, военная форма для меня была связана с людьми, которые, ну, в армию просто уходят, как бы, да, но никак не с войной. Немножко, если честно, не понимала. Последний раз, когда я увидела отца, это был июль месяц, мы приехали в Гагру. Зашел отец, он был с длинной вородой, вот как на фотографиях. Для меня это было дико, потому что отец всегда был свежевыбрит. И она ему ужасно не подходила. Что мы ему и сказали, и он в этот же день побрился, кстати. И стал похож на прежнего папу. Пообещал, что вечером вернется, что еще вернется, когда началось Ромское наступление, но он так и не вернулся. Мы его ждали, но кто-то из батальона, я точно не знаю, кто, ночью привез нам от него часы и кольцо обручальное. Он попросил, что передали моей маме, и что скоро он вернется. И с тех пор мы о нем ничего не знаем. В фойе школы на первом этаже – мемориальная доска с фотографиями погибших выпускников 14-й средней школы Сухума. Андрей Джинджолия, Султан Болджаев, Джансу Хейник, Дмитрий Хишба и Вячеслав Аджба сложили головы за родину на полях сражений Отечественной войны народа Абхазии. Амра Амич Баста Мургожба, Абхазское телевидение. Сегодня президент Рауль Хаджимба вручил орден мужества начальнику управления уголовного розыска МВД Абхазии Раулю Зухба за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга. Сегодня президент Рауль Хаджимба встретился с председателем Южного научного центра Российской академии наук директором Мурманского морского биологического института Геннадием Матишевым. Рауль Хаджимба отметил, что для Абхазии очень важны связи с Россией в научной сфере. Президент подчеркнул, что именно наука содействует становлению полноценного государства. Геннадий Матишев поблагодарил президента за теплый прием и выразил желание продолжить сотрудничество. На встрече также обсудили возможность осуществления совместных программ в сфере науки и экологии. Сегодня делегация Республики Абхазия приняла участие в торжественной церемонии инаугурации президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова в городе Грозный. Вице-президент Республики Абхазии Виталий Гамни зачитал приветственный адрес президента Рауля Хаджимба на имя президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова. За годы вашего руководства вы сумели проявить себя как мудрый, отзывчивый, строгий, но в то же время справедливый лидер. Вас уважают и ценят, и в очередной раз чеченский народ доверил вам управление судьбой республики. Говорится в приветственном адресе. Делегация парламента Абхазии примет участие в научно-практической конференции «Актуальные проблемы строительства и развития союзного государства». Конференция состоится 6-7 октября в городе Сочи под эгидой Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. В составе делегации заместитель спикера Даур Аршба и руководитель аппарата парламента Вадим Бжани. Напомним, что с октября 2008 года Народное собрание Абхазии является постоянным наблюдателем при Парламентском собрании Союза Белоруссии и России. Завершился 37-й раунд международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Работа проходила в двух рабочих группах по вопросам безопасности и по гуманитарным вопросам. В обеих группах абхазская делегация выразила беспокойность с сохранением тенденции по политизации грузинской делегации гуманитарных вопросов. Была подчеркнута неприемлемость распространения Грузии на международных площадках докладов по правам человека в Абхазии, не соответствующих действительности. С сожалению, было отмечено, что на этих международных форумах не учитывается мнение Республики Абхазия и Республики Южной Осетии. Продолжение такой практики и новая инициатива по продвижению на 33-й сессии Совета по правам человека проекта резолюции по Абхазии и Южной Осетии чреваты приостановлением работы всей гуманитарной группы и являются прямой угрозой срыва женевских дискуссий. Перед началом обсуждения проблемы беженцев во второй рабочей группе абхазские, российские и юго-осетинские участники в знак протеста покинули зал заседаний. Проведение следующего 38-го раунда женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечено на 13-14 декабря 2016 года. В столице Башкортостана завершилась 24-я сессия Международной ассамблеи столиц крупных городов. В течение двух дней руководители и представители более чем 20 городов СНГ обсуждали в Уфе вопросы безопасности жизнедеятельности городов. В работе форума принял участие заместитель главы администрации Сухума Леон Кварчия. В целях налаживания связей между предпринимательскими сообществами двух городов Леон Кварчия ознакомился с рядом крупных промышленных предприятий Уфы, а также обсудил с чешскими бизнесменами возможности реализации на территории Сухума отдельных проектов по технологии «Умный город». В Абиге продолжается работа в рамках третьей международной научной конференции на Лыповские чтения. Сегодня ее участники представляли свои доклады в различных секциях. Какие темы были затронуты в исследованиях ученых, расскажет Сарьесмар. Культура этногенеза языкознания – вопросы, которые были затронуты в докладах ученых. С самого утра активная работа велась во всех секциях. К примеру, в первой секции ученые обсуждали быт и культуру народов Кавказа. Доцент Института истории Кабардино-Балкарского государственного университета Маргарита Камбачокова приехала в Абхазию с докладом об обычае, абазине, избегании и табуировании имен в традиционном семейно-родственном этикете. Маргарита признается, несмотря на то, что она кабардинка по национальности, ее всегда интересовали и жизни необыча абазин и абхазов. Меня всегда интересовало все то, что касается этногенеза нашего народа, все то, что касается обрядов, какой-то культуры традиционной, как это все трансформировалось с 19 века по наши дни. То есть это очень интересный вопрос, тем более, что, как мы знаем, абазин – это достаточно учительный народ, который в одно время даже был внесен в Красную книгу. Сейчас очень рада отметить, что уже наращивание этого народа наблюдается, к счастью. И сюда я приехала с докладом, который посвящен табуированию, но он посвящен обрядам избегания. В общем, все это рассматривалось на песнях семейной обрядности обыкновения, то есть как это было раньше и к чему мы пришли сейчас, насколько все эти вопросы актуальны на сегодняшний день, насколько люди поддерживают, скажем так, все эти традиции, обряды, что трансформируется, что сохраняется. В общем, достаточно интересный вопрос и надеюсь, что слушателям и остальным докладчикам конференции будет интересно. Вопросы этногенеза исторического прогресса на Кавказе от древности до нового времени обсуждали ученые во второй секции. Среди докладчиков и кандидат исторических наук – директор Государственного архива Ростовской области Николай Трапш. В третьей секции кандидат филологических наук Вячеслав Черегба выступил с докладом «Современные убыхи в Турции». Поселение и население одного из убыхи в Турции составляют несколько дворов дворянской фамилии и потомках их рабов, привезенных с Кавказа. Интересная еще какая ситуация убыхи в Турции, вот прошлое и ныне. Вот у нас есть данные Эвлия Черебе, опять же, 17 века. Он писал, что жители провинции Садше, то есть убыхи, свободно говорят как на абхазском, так и на черкесском языках. Двумя столетиями позже английский по одним средним путешествием, по другим шпион, агент империализма Джеймс Стаминстал Белл сообщает, что в убыхи три языка различные – убыхский, абхазский и адыгский. То есть они были трехязычными на самом деле. И вот согласно Беллу большинство убыхских старейшин, членов кавказского медицинского 19 века, говорили как на абхазском, так и на адыгейском языке. В этом году на международную конференцию приехала профессор Калифорнийского университета Пола Гарб. На форуме она рассказала о значимости научного наследия шалвы и налыпа на Кавказе и за его пределами. Я очень рада, что я имела возможность приехать в это время и общаться с коллегами и здесь, и приезжие. Я рассказала о том, как работа и налыпа о воспитании детей, особенно вот традиции от алычества, как это вдохновило мою работу, которая продолжается уже 30 лет, мой большой интерес с абхазской культурой, кавказской культурой и как вот это воспитание детей и приемы от алычества привели меня в работу конфликтологии. Обычай от алычества и воспитание детей – это своеобразная форма создать вот сознание, что мои родственники и поэтому мы не будем воевать или не будем конфликтовать. Работа велась еще в нескольких секциях. Проблемы типологии, литературы и искусства народов Кавказа ученые и литературоведы обсуждали в четвертой секции. Здесь выступали известные в научном мире филологи, искусствоведы Абхазии и России. В пятой секции ученые обсуждали состояние и проблемы кавказского языка знания. Свои исследования на эту тему представили Лили Хакба, Нелли Аршба и другие ученые. Томаза Гумава – инвалид с детства, ветеран Отечественной войны, отец-одиночка, воспитывает троих сыновей сам. Семья находится в бедственном положении. Компания «Аквафон» совместно с благотворительной организацией «Кераз» оказала посильную помощь в улучшении жилищных условий. О том, как сейчас живется в семье Агумава, в репортаже Симы Аргу. Это ветхое и на вид неприглядное строение – дом для большой семьи. Томаза Гумава живет здесь с тремя несовершеннолетними детьми. Уже шестой год инвалид с детства воспитывает сыновей сам. Инал, Хвича и Гоча – 13, 14 и 15 лет. Младшие сыновья Томаза учатся в Сухомском лице-интернате. Старший же находится дома под присмотром отца. Тоже инвалид с детства. Какое-то время Гоча учился во вспомогательной школе, но продолжить учебу не смог. Мальчик все понимает, но не может излагать свои мысли, говорит Томаз. Уходя на работу, ему приходится оставлять сына дома одного. Несмотря на состояние здоровья, Томаз вынужден зарабатывать на жизнь. Вот уже больше 20 лет. Он инструктор по рукопашному бою. Зарплата хоть небольшая, но это лучше, чем пособие по инвалидности, говорит он. Я работаю в ОМОНе уже с 1993 года и до сегодняшнего дня. И окладу, у меня там 13 тысяч. И все только на этом. Томаз, несмотря на инвалидность, был активным участником войны. И каждый день победы он надевает военную форму, на которой уже немало наград. Но самое главное из них – медаль за отвагу. В семье практически никто не помогает. Условия жизни трудно назвать нормальными. Нет мебели, бытовой техники и других необходимых для нормальной жизни вещей. Дом билиэтажный, в нем всего одна комната. Дети спят на веранде, а отец где придется. Дети здесь, а я, бывает и на кухне, тоже иногда приходится. Бывают такие моменты, ну, по возможности, как получится. Камагопия, руководитель благотворительной организации «Киараз», часто навещает семью Агумава. Такие семьи в списках у организации первоочередные. Но силами «Киараза» решить проблемы в подобных случаях невозможно. Узнав историю семьи, компания «Аквафон» не осталась в стороне. Благодаря выделенным финансовым средствам смогли частично сделать ремонт. И благодаря нашим партнерам, нашим большим друзьям из благотворительной организации «Киараз», которые занимаются очень важным делом, порой намного опережают то, что должно делать государство, а именно собирают информацию о положении ветеранов, о сложном положении ветеранов и помогают им. Мы узнали о нелегкой ситуации семьи Томаса Агумава и, конечно же, не смогли остаться в стороне. Компания «Аквафон» выделила средства для улучшения жилищных условий семьи Агумава. Сам Томас Жостикович – это многодетный отец, инвалид с детства. И мы отремонтировали ванную комнату и приобрели необходимую бытовую технику. Поэтому хотелось бы, чтобы как можно больше людей оставались небезучастными к судьбам тех ветеранов, которые на сегодняшний день реально нуждаются в помощи. А вот эта комната, судя по всему, кухня, хотя на первый взгляд и не скажешь. В доме не хватает, как говорится, женской руки. Раньше здесь не было водопровода, а теперь благодаря компании «Аквафон» есть не только вода, но и новый санузел и бак для обогрева воды. Вот сейчас на том месте, где мы сделали ванну, тоже была кухня, но она не использовалась по назначению, потому что была абсолютно непригодна к тому, чтобы там что-либо можно было сделать. Раковины не было, воды не было ни холодной, ни горячей, ни холодильника, ни стиральной машинки. В этой семье вообще ничего не было, кроме телевизора. Это единственное занятие для детей. Томас Загумава сам готовит, убирает и стирает. И стиральная машина в хозяйстве – очень нужная вещь, говорит он. И благодарит всех, кто помог приобрести технику и пристроить ванную комнату. Поддержку дали очень сильно. Душевая, горячая вода, холодная. Правда, у меня не было воды. И все это они сделали. Стиральную машину мне выделили благодаря «Аквафон». Да, очень помогли сильно. Помогли. Я очень благодарен за это. Несмотря на все трудности, дети растут воспитанными и порядочными, говорят те, кто их знает. Ребята посещают различные спортивные секции, увлекаются рисованием. Томас Загумава сегодня мечтает только об одном – дать детям образование и поставить их на ноги. Поэтому любая помощь семье придется очень кстати. Сима Аргун, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. 11 октября в Музее боевой славы в Сухуме откроется экспозиция карикатуры войны. Выставка будет открыта два месяца. Каждый желающий может не просто ее посетить, но пополнить экспозицию сохранившимися сатирическими рисунками времен Отечественной войны народа Абхазии. Репортаж Рината Шакая. Вся возможная агитация и пропаганда использовались во время Грузино-Абхазской войны. Политическая карикатура, как часть пропаганды, представляла собой настоящее идеологическое оружие. Разумеется, искусство не могло остаться в стороне и обойти военную тему. С помощью рисунков таких талантливых художников, как Руслан Габлия, Гарри Дочия, Василий Мхонжи и Руслан Чхамалия, грозный враг превращался в жалкое, глупое, уродливое существо. История самих карикатурных работ появилась после мартовских событий, когда Владислав Григорьевич Арзенба собрал художников, предложил им создать отдел пропаганды. И поэтому художники, не имея инструментов, бумаги, карандашей и краски, они придумывали, если вы обратите внимание, бумага такая темная, невзрачная, на которой нарисовано, но они работали. Из общего количества работ для выставки отобраны 36 рисунков. Они использовались во время войны как дополнительный информационный материал для наглядности, чтобы показать то, что происходило тогда в Абхазии. В музее, с сожалению, отмечают тот факт, что далеко не все работы абхазских художников времен войны сохранились. Мы решили, что нам необходимо сделать эту выставку, значимую. Если эти картины имели значение в период войны, то как часть истории мы должны это сохранить и показать народу нашему. Открытие выставки состоится 11 октября и продлится два месяца. За это время каждый желающий сможет ее посетить и даже пополнить экспозицию. В Национальном музее Кабардино-Балкарии открылась выставка художники Абхазии, посвященная памяти первого президента Республики Абхазии Владислава Ардзенба, сообщает Рия Кабардино-Балкария. После долгих переговоров эта выставка наконец открылась и у нас. Думаю, каждый из ее посетителей найдет здесь работы, соответствующие его душевному складу и настроению. Абхазские художники очень разносторонние и не похожие друг на друга, сказал, открывая выставку министр культуры КБР Мухаддин Кумахов. На выставке представлены как работы именитых художников, так и работы живописцев и графиков нового поколения. Это уже не первая выставка абхазских художников КБР. Живет добрая традиция, обменных выставок отмечалась на церемонии открытия. И в завершении выпуска о погоде. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok